Встроенный звуковой усилитель в системный блок очень незаменимая вещь и полезная при проведении презентации в мультимедийном режиме, а также транспортировке системного блока. Давайте я вам покажу, что у меня получилось сделать и как я встроил усилитель в корпус системного блока. На боковой крышке системного блока расположены два динамика 4 Ом и 3 Вт. Каждый динамик подключен к микросхеме TDA2003, то бишь 10-ваттный звуковой усилитель. При подаче 2 Ом он выдает 10 Вт, при подаче 4-5 Вт. Логично, что у меня усилитель получился стерео на 10 Вт, каждый канал по 5 Вт. На задней части системного блока расположен штекер, который нужно подключить к звуковой карте к компьютеру. И звук будет выходить из звуковой карты и заходить во встроенный звуковой усилитель. Внутри системного блока, на боковой крышке, расположены два динамика. Их прикрывает кусок пенопаста. И вот здесь находится звуковой усилитель с радиатором и схемами к этим микросхемам. И всё аккуратненько сделано изолентой. Также хочу заметить, что здесь установлен стабилизатор, дроссер-конденсатор, дроссер-конденсатор. Давайте же я продемонстрирую действие встроенный звуковой усилитель в системный блок. Но, к сожалению, это не полноценный системный блок, а лишь корпус с некоторыми деталями. Поэтому мы просто подключим нагрузку в виде телефона. Блок питания, стоящий в системном блоке, уже активирован. Поэтому нам достаточно подключить питание. И включить музыку. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как видим и слышим, получился довольно неплохой звуковый усилитель, встроенный в системный блок. Единственный минус, с которым я пока что не разобрался, это посторонний шум, когда нету сигнала. Вот в принципе и все. Спасибо за внимание.